приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня на обзоре первым номером идет помазок помазок от компании омега небольшой кабанчик его можно приплюсовать к путешествиям к travel варианту очень радует то что разноцветные ручки делают под любое настроение под любой день недели под любую знаете ли бритвенную обстановку посмотрите здесь на пятки погодите что все было правильно тоже название компании омега все пароли явки тоже имеется вот такой вот малыш я даже знаете уже не знаю сколько там 18 миллиметров 20 но дело не в этом мы для такого малыша взяли большую чашу большую чашу от вячеслава витальевича из москвы за что ему огромное спасибо пластиковая я имею ввиду чтобы в комплекте все было до красная ручка и красная чаша пластик термостойкий загнутыми бортиками красиво блестит переливается бликует в общем наш размер и наша тема так дальше дальше у нас идет станок станок от компании яки красавец не побоюсь этого слова ну я уже говорил о том 150 уже раз что яки умеют делать и преподать и красиво и на любой вкус на любой цвет на любой размер пятка посмотрите какая шикарная для тех кто любит бриться на мизинце значит насечка такая и многие сказали мне товарищи написали вконтакте кстати посмотреть по пеноотводом тоже 6 по 3 на каждом борту все блестит без усияет нержавеющая стали сказали что этот станок роман не похож ли он на r41 отвечаю не похож есть у китайцев копия r41 от компании мюли да вот тот похож этот нет так насколько он будет в бритье похож на r41 или нет это мы узнаем буквально через несколько минут посмотрим что и как лезвие кстати говоря лезвие big astor красные опять еду на плоду у наших товарищей а точнее выполняю их просьбу писали дескать роман ты не все показывает где-то утаиваешь где-то бежишь вперед паровоза показывай все конверт может быть затянется обзор конверт красный если хотите мое мнение я бы сделал и пачку такой посмотрите по цветовой гамме они немножечко отличаются ведь вот если бы пачка была такая пачка на то он значит светлее но тоже красная а живет пачка покупалась она вот такой картонный красный красивый упаковки вот здесь вот вот здесь открывается вот здесь открывается вот сюда вставляется и там она живет красиво здорово с другой стороны тоже но я надеюсь сейчас я полностью все показал наверно надо было еще показать лезвие но лезвие уж чего там доставать она в станке так и переходим можно сказать уже к тяжелой артиллерии сегодня мыло от нашего артизана от нашего мастера юрия айвазовы из славного города ессентуки мыло называется бананово-кокосовые если вы заметили здесь есть отправка к ссср до похоже на знак качества значит по консистенции мы сейчас вам с вами посмотрим мыло проминается видите пальцем юриями все время ругает роман говорит бери побольше что-то там капелюшку в общем не жадничай романтики пришла в бери побольше до выполняем эту просьбу сейчас мы наберем сребряной вилкой зачем я закрыл банку непонятно и лосьон лосьон видите тоже от юрия называется капиталист 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 такой знаете у нас получается с вами немножечко такой контрапункт то есть мыло со знаком качества такой отправка в советский союз а здесь капиталист такое нечто что-то буржуйское видите с черепунькой по составу посмотрите на распаковке все было на всякий случай он заострю на это внимание буквально три-четыре секунды думаю больше не надо контроль вскрытие есть сейчас мы в конце концов да так вроде про все рассказали мыло она и все и можно будет в общем-то приступать чего молодец кабанчик вот привык синтетики знаете кабанчик надо немножечко окунуть пускай он поплавает в чаши там знаете размягчится наберется воды да и покажет нам свою молодецкую так ну и берем серебряную вилку для набора мыла из банки юрий просил побольше я вот прям прям давненько я так не делал все время хочется горошину и показать детской смотрите как какое мыло из горошины взбивается вот такой большой большой объем пены вот много грамма 23 может быть больше и сейчас мы и куда а в чашу я дети не спешите я вам скажу по аромату залез я своим длинным носом банку от юрия было вот действительно кокосово-банановые и даже больше банана чем кокос и кокос немножечко на заднем плане вот вы будете смеяться когда я понюхал это мыло когда юрий прислал за что ему еще раз большое спасибо юрий привет значит я не знаю если там ментол но может быть это мои чисто заморочки вот йогурт холодный летний йогурт знаете вот серьезно действительно просто ну никак не ошибешься йогурт об обалденно его как раз под настроение кто вот любит знаете такие фруктовые ароматы вот ваш вариант сто процентов как будет сбиваться понятия не имею но их уже забегая вперед хваляю ли в очередной раз действительно уже человек научился уже умеет если по началу были какие-то эксперименты и ошибки то сейчас просто я говорю уже в который раз повторяю сделают от вкуса вот аромат стать 150 грамм банки ароматы и все остальное все на высшем уровне единственная может быть отсылка к тому кто любит веганские мыло либо жировые вот вот и все вся разница да а насчет экспериментов юрий не успокаивается творческий в общем-то творческий полет выполняется регулярно для к тому что многие могут сказать а вот там он тогда делал ошибки до экспериментируйте некоторые ошибки были допущены теперь их просто нет а эксперименты продолжаются я к тому чтобы хрюк так немного воды просто добавь и прямо так вот побольше чего жадничать ух ты вот если некоторые мыло сбивается как сметана от юрида то здесь получается такая хотел сказать сметана нет не сметана йогурт по правда вот йогурт и все тут еще воды оптихо-тихо не так много и не так быстро так вот посмотрите может быть даже будет вид я не знаю насколько камеры передает или нет но она действительно похожим больше не на безе не на взбитые сливки а на йогурт йогурт сметана вот тут в этом духе ох по моему уже хватит посмотрите хватит не хватит ну может быть чуть-чуть я не забивал многие говорят что вот этот значит такой флажок который образовывается на по мазке должен быть не сильно такое знаете ну влажный что ли скажем или как по-другому сказать а он так должен прямо зафиксироваться я вам скажу что это дело на любителя я уже говорил об этом в одном из обзоров что некоторые из наших товарищей они специально не довзбивают пену чтобы было более такой скользкой чтобы пена была не пересушенная ну и в общем-то некоторые даже шапку не делают как мы с вами замазываемся по полной с головы до пяток просто немножечко так вот мазнули на уж не буду видеть немножко вот флажок он такой потому что уже время прошло до кубки экспериментов прошло что у нас осталось а может я и погрячим нет вот правда больше похож на ну вы знаете бывает жидкий йогурт и который как так как вода можно сказать как водичка а здесь вот именно вот так он плотный йогурт посмотрите и несмотря на то что помазок маленький о да недавно задавали вопрос на что помазок маленький на что влияет объем узла может быть действительно надо отвечать это более развернуто я вам скажу ни на что не влияет объем узла просто кому-то большие узлы да скажем 26 28 30 34 миллиметров мне тоже нравится халк например а кому-то нет и это не говорит о том что если у кого-то лицо худое значит и поменьше то значит должен 24 миллиметров миллиметров пользоваться а у кого значит широкая харюшка да не будем делать пошлых намеков того зачем надо 30 или 34 абсолютно разные люди это вот дело вкуса хотя считается как бы по правилам по канонам у кого небольшое худое лицо значит нужно ну там 20-24 миллиметра узел максимум но как практика показывает у кого потоньше лицо тут хочешь больших мазок но не всегда так что я надеюсь ответили это дело вкус уже там уже понятно что мы выбираем барсук кабан что там у нас еще есть синтетика лошадка о супер просто я думаю сейчас буду еще в чашу залезать нет не пришлось пришлось только немножечко подкорректировать он критит флажок остался здесь висеть почему-то не знаю но видимо так ему захотелось да ни капельки не холодно где станок то станок еще раз повторюсь полностью из нержавеющей стали лезвие наверное не из нержавеющей стали поехали их тут минут есть одно недоразумение как бы его не срезать сейчас повернусь покажу что у нас там происходит о а вот это заявка на лидерство сейчас объясню почему ну опять настолько вот дело тонкое кто-то говорит вот я люблю бриться лесенкой да кто-то любит вот такими проходами опять таки что значит лесенкой такими проходами везде вот таким широким молодецким удальским залихватским проходом не получится потому что есть радиусы есть те места которых нужно подлезать там делать всякие страшные гримасы до или веселый наоборот так что тут мне нравится я вам скажу от себя когда если вот так вот бреет эти все видите вот здесь прошел а здесь это не оставила бритвенный станок это просто я не захватил его мне так больше нравится что касаемо лезвия big astor это не надо путать с тем ужасным величим ужасным биком оранжевым но я вам скажу вот смотрите я вам скажу что станок ой точнее лезвие она с характером из претензий стоит немножечко расслабиться и чуть-чуть повернуть не так как надо бритвенный станок все порез и глубокий такие разы у меня с этим лезвием бывали если другие станки ну скажем будет более мягкие может быть или те лезвие которые но которые считаются тупыми буду говорить да многие называют тупыми хотят неверно тот же самый скажу рапира платином люкс я не считаю тупыми надо подобрать под него станок и будет все замечательно ну вот таким образом то есть если другие лезви некоторые из тех которые называют не сильно острыми сейчас покажу вот на таком варианте вот немножко когда прокручиваешь ли так неправильно ставишь да ну естественно не вот так с дурума как любым лезвие порезать даже самым тупым можно а вот когда неправильно ночью станок ставишь так так чуть чуть не так вот знаете когда все по классике а иногда рука срывается и например что там где-то своих мыслях забегался хоп и все и порез вот этим это будет очень глубокий порез я им лезался раза два или три этим лезви но интересная тема это лезви то что она действительно с характером с характером и хорошо бреет смотреть сейчас покажу даже особенно не делаю острый угол я имею ввиду от головы а если сделать острый угол сейчас посмотрим совсем острый стоп не будем делать острый сделаю ему так знаете вот как многие надо бриться вот так я все время их пародирую все время не прикал вот так надо брить кто так бр Nathan я не знаю а учат попробуем не кажется этот станок с данным лезвием именно это и позволит сделать сейчас посмотрим не знает мое предположение вот видите вот так никакого угла я выставляют и смотрите что будет подтверждение практически не заставили себя но все равно я скажу что я не приверженец бриться именно так как я сейчас показал мне все-таки нужен угол чтобы все это вот чувствовалось бритью не так непонятно что возьмут таких станках конечно трудно так показывать все-таки металл тяжелого так двумя пальцами сейчас покажу будем только бы рака не разлетелась вот так начинает брить кого хотят удивить я не знаю может хайпануть нет ну каждого свои понимаете ли потому что можно любого вы смеете меня в том числе вот видите уже шатнул где-то я вот появился я почерпал вот она это я немножечко расслабился может быть там конечно какой-то прыща образный элемент был но прямо сразу почувствовал не то чтобы надо бояться этого лезвия но действительно шаг лево шаг вправо считается попытка бегства очень-очень интересное лезвие но она более наверное подойдет к мягким станкам где совсем мягкий где совсем как мы выражаемся причесывает вот тот будет брить а здесь довольно таки агрессивный станок похож ли характер бритья от на любви таких вот штуковин почему тут на r41 я бы сказал что нет может быть с другим лезвием да можно подобрать что будет характер походить с данным лезвием не похож r41 хоть и считается по десятибалльной шкале до самая десятка до 9 половина сколько уж не помню но за счет вот этих обволакивающих грани скажем гребенка да что мы называем она сглаживается и вот эта агрессия идет более в четкость если понимать агрессию как вот то что вот прям сейчас все сдерется сейчас порежет а вот это вот всякие вот такие штуки понаделает то там нет там этому бояться не надо конечно ослабляться тоже были там минимальный но я говорю что тут сыну как вот по мне многие считают великим ужасным r41 опять-таки до тринадцатого года или после 13 года то не я считаю что нет он не великий ужасно а вот то что было до тринадцатого года вот это действительно это же скач это ужас ужасный кстати насчет ужаса ужасного многие из наших покупая абсолютно недорогую голову скажем так копию р-41 и пробуя потом р-41 какая же это р-41 это ужасный станок смысле вот китайской копии а р-41 он по-другому бреет и многие не понимают о чем они говорят то есть есть два р-41 один который выпускался разбирала 2013 года великий ужасный а другой более такой спокойный мягкий хотя тоже агрессивный вот китайцы сделали вот ту копию не на ту на которые сейчас пускают который до 13 жесть с этим летим правда же уж на что я как бы люблю помахать сабли шашкой здесь надо аккуратно действительно лезвие для очень мягкого сколько даже сверх мягкого но зато она не дает вот такой вот раздражу хи как вот биг тот оранжевый даже с моей скажем так кожи который позволяет всяких квартир я выписывать оранжевый дик мы я не знаю опять конечно всех разное восприятие мне прям сразу меня раздражение сразу эти бритвенные ожоги красные точки не вот это я имею то что порез был а именно красные точки от которого спаляются которые зудят которые чешутся здесь такого нет но говорю влезли прямо на грани фола шикарно отрабатывает станок еще раз повторюсь вот стал просто мягко лезли ну типа зеленые астры может быть даже рапиры может быть и восхода ладоса что-то вот такой вот классно ветер зато при минимуме в проходу знаете тоже есть свои плюсы очень классно в руке просто не выскальзывает красивый плюс еще буду говорить о тебя мой любимый металл для бритвенных станков это нержавеющая сталь просто ну шикарно правда шикарно а где у меня полотенце а вот она так сейчас мы немножечко моемся и вернемся студию чтобы приз в студию был какой-нибудь было замечательно но сегодня в качестве приза в общем-то выступает мыло от юрия ивазова и лосьон капиталист ну в общем посмотрите да можно уже идти никто не скажет что вы не брились неаккуратно плевали на общество да и ходите как заросший кенгуру почему-то урок не знаю кенгуру декабраться будет говорить да так куда вот все время у меня так 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 а и мыло и пена так сейчас мы немножечко еще вот так вот сделаем сюда берем а кстати можно даже много линии не брать в маске очень остается приличное количество пены мамами но с другой стороны вот если обращаясь с тем товарищем которые задают вопросы от роман то вы агрессивно любите это я не говорю что я на каждый день люблю агрессивные агрессивные именно в охотку вот почувствовали настроение кайф то все чтобы было на высшем уровне именно под настроение а здесь мне нравится также и мягкие станки мягкие но эффективны как один несознательный бешевый выражается четкие вот чтоб четко брела но мягко что было понятно о чем я говорю на мой взгляд четко но мягко были такие ставки ну скажем так чтобы на скидку роквелл 6 вы 6 с там если бежавейки вы хотите в нержавеющем исполнении да ну скажем плита 4 плита 3 плита даже 5 и 6 то есть равно они они очень четко бред эффективно но не сказать что они очень сверх агрессивные куда я делаю перед перед харюшкой лежит не вижу все эти очки надел так ну ладно шутки в сторону попробуем обраточку ох какой приятный звук звук очень приятный звук слушаях о красота и все и практически вновь вот он станок но и лезвие лезвие говорю прямо глаз за глаза и даже уж на что я люблю как говорится по выпендриваться здесь думаю что не стоит уже две точки себе посадил хотя я особенно не давлю практически совсем не давлю хотя вот такие вот штуки мне нравится сделать но наверное не с этим статком погоди сейчас еще раз попробую да но только очень аккуратно может таких дел наворотить знаете ли но как практика показывает и бритвоманы со стажем я думаю что со мной согласятся в основном ну такие порезы значимые глобальные происходят сейчас скажу на станках мягких и с мягкими лезвиями знаете почему ну мастодонты мэтры и акула влажного классического конечно знает ответ на этот вопрос для начинающих говорю потому что когда вы получаете вот такой станок с таким лезвием вы осторожней осторожней эти аккуратней чите как только к вам в руки попадает станок который позволяет хулиганить вы быстренько начинаете наглеть начинаете позволять себе те вещи которые может быть этот станок не предусматривал и вот тогда начинается порезом тогда начинается садина тогда начинаются бритвенные ожоги и все-таки я еще раз заглушу редко я режусь но здесь немножечко расслабился жесткое жесткое лезвие но приятное в том отношении что взбревает все и не надо там шаркать по одному месту 5-10 раз так алунит мы брали и осталось самое сложное он дарите на цивил приглушили еще раз повторюсь лезвие не для такого станка не для такого агрессивного вот узнаете вот какая штука была возможность сразу проверить что-то я себе тут на очки уже посадил да если была возможность проверить участвует я побрился до этим лезвием в данном станке хоп сейчас щетина отросла и мы с вами еще раз более мягкой вставляем и бреемся и уже тогда более картинка получается объемная нежели я сейчас побрею скажу агрессивно прямо на грани фола и все скажут а нафига нам это нужно хотим мягкий но эффективный нет лезвие лезвие сколько раз я повторяю потому что вопросы одни и те же потому что народ прибывает одни и те же что надо для каждого станка найти свое лезвие или для каждого лезвие свой станок и тогда будет за год и понимаете говорить я почему все время посадить сейчас агрессивно сейчас на грани фола все скажут а зачем нет 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 такого не хотим я уверен что с острый будет просто сказочным видео если сейчас обритье идет аккуратно и с опаской ну не с опасной бритвы с опаской смысле состава осторожности то там будет просто летать и как хотите вы изгаляйтесь и в общем-то показывайте свое мастерство мастерство вы или глупость как я вот поднос шикарно все тут пару-тройку точки все посадил а может быть а вот еще здесь вот они да ну зато вот даже здесь не слышите скрипит чуть-чуть здесь и чуть-чуть здесь все ну и на щеках вот здесь подровнять вот тут опасная ли я скажу опасность характером с зубами для мягких станков ни в коем случае не надо их применять в агрессивно сейчас выравниваю выравниваю все вот теперь красиво теперь красиво но мне не нравится эти точки серьезно все-таки кто к чему привыкает я все-таки больше привыкать такого привык бритью без всяких эксцессов порезов и так далее когда я ставлю такие вот точки даже может быть не пореза микро какой-то вот такой вот задирание эпидермиса меня это приводит в жуткий жуткое негодование мы серьезно даже дело не в том что знаете как многие боятся порезаться на камеру детской скажет а вот там вид шейвера режется дело не в этом дело в настроении дело в том что когда ты скажем побеждаешь такой станок опасный до опасный станок опасное лезвие опасную бритву шалетку комиссорий у тебя немножечко другое настроение другой настрой и ты из ванной комнаты выходишь ну если так можно сказать победителем в маленькой небольшой на все знаете ли битве но победителем это в двойной как получается когда вот такое дело видите вот это получается ну как бы вроде побрился красиво здорово но какой-то узнаете осадочек остается это лично моё мнение у кого-то может быть совершенно вообще плюет он и общаясь с товарищами как все либо плюс да я там три раза по брегу и порезался тут шарпнул тут зацепился ну что раз уж да пофиг мне сейчас быструю там одеколу люди разные понимаете каждую их каждому понимает нужен подход я уже к этому много раз возвращался где у меня лосьон все приехали сейчас юрий скажешь потерял лосьон я ему присылаю пачками а он не цель ценю спасибо еще раз большое контроль вскрытие на ваших экранах все все отлетел кольцо отлетел дозатор пластиковый ну насколько жадный он или нет сейчас мы с вами узнаем и фигушки с 2 они пошло видим нас было смертной точки к погодите ух какой ума погодите одни междометий остаются я еще я сейчас не описывать роман да вот сейчас вот именно на данный момент а как я даже понять но юрий дал во первых понимать когда он говоришь аромат шикарный что значит шикарно для каждого свой шикарный что значит вкусная для каждого свой вкус любит кислый сладкой кто-то соленая а кто-то вообще дарить или пресная модель все юра задал мне такую задачу сам начинает справляться аромат ближе к фужерным фужерным каким-то изысканным это уже знаете даже наверное ближе каким-то фужерным туалетным вводом просто вот так вот недаром назвал этот лосьон капиталист потому что действительно что чем-то буржуйским дорогим необузданным очень круто просто круто и вот на этом контрасте знаете ли бананово-кокосовый такой фужер фужер явно никакого угни секса спасибо большое за это просто 20 копеек никакого намека кто-то душился мальчик или девочка прямо просто никакого удовольствия никакого намека нет на какие-то полутона да уже я я не могу сейчас вы правда настолько мне я просто в шоке научился научился или дело действительно это и мыло и и лосьоны вот вы знаете кто любит фужерный плюс какие-то вот полутона который раскрывается после того как вы нанесли лосьон это ваш вариант просто просто шикарно просто 25 500 миллионов баллов серьезно мыло тоже классное мыло здоровское но на какую она знаете она есть вот моноароматы да ну как бы йогурт там понятно что перемешивается ягоды но это просто какая-то фантастика и если попробовать вот это мыло ягодное да скажем фруктовая на себя а потом вот таким вот взрывом мощным фужерным таким мужским это просто фантастика серьезно я прям даже обалдел я не ожидал хотя понимаете можно было спросить можно было открыть дверцу при открытой знаете садра садра в этот контроль вскрытие пресловутый мне не хотелось не хотелось именно обзорим иногда бывает такие у форс-мажорные что по составляющей фиг тут раскроешь это уже надо спрашивать у автора это надо спрашивать у мастера у нашего маловара и лосьон и дельца так как еще сказать да парфюмера можно сказать да классно с браво прям вот вот это дорого богато мощно сердито с мужским характером уже все браво пробовать все прям браво так ну на этом можно заканчивать про значит про бритвый станок я рассказал про леви рассказал что она с такой претензии что я улыбаюсь а помазок рабочий помазок хороший много выбирает быстро отдает как travel вариант все по этим рассказали по тем по другим чаша тоже шикарная все у меня сегодня все шикарно немножечко такой знаете бюджетка не бюджет как и бюджет как и бюджет вот такое получилось на сегодня у меня братцы все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч